Девочки, всем доброго дня суток! Сегодня делаем обзор последнего ролика на канале у Самвела Адамяна. Пришёл к мамке опять в гости. Первым делом устроен был допрос пристрастия. Сумки принес, да и сумки! Выговор по полной программе. Отчитывала его, отчитывала, перечисляла, какого цвета, какие рисуночки на сумочках нарисованы. Память у бабы феноменальная. Всё она знает, всё она контролирует. Все сумочки до дому, всё вернуть, не дай бог, где-то что-то у Севочки там останется на полочке. Не переживёт старушка этого никак. Ну, оказалось, Севка принёс эти сумочки. Слава тебе, Господи! Не хватает одной какой-то там чёрной сумки с Флориды. Чиз Флориды принесёт, я думаю, потому что мозг она ему выскребит чайной ложечкой. Может быть, кофейной, да? Постоянно вызывает чувство вины у сына. Это я наблюдаю на протяжении уже нескольких его видео, даже десятка видео. Я не спала. Я из-за тебя не спала. Хвата мне, отце, драконыть! Хватить мне нервы мутать! Как только ей что-то невыгодно слышать от Самвела в свою сторону, или он ей задаёт какие-то провокационные вопросы, тут же переходит на Ор и обвиняет его, что она именно из-за него не спала ночью, и у неи поднимается сахар. Не спала вона ночью, это ты виноватый Самвел. Давай лучше я буду письмой спевать, оце я люблю. Правильно он ей отвечает. Мама, чтоб спевать песни, надо было учить она актрису. Очень бабуся любит выступать, чтобы её хвалили, чтобы перед ней преклонялись, чтобы её возносили до небес, дарили подарки цветы, и она в свете софитов на сцене стоит единственная, непревзойдённая наша звезда. Увы, не сложилась бабуся Таня. Слушайте теперь критику Севки, слушайте неудобные вопросы, потому что нужно зарабатывать денюжки. Вы привыкли к сытой, богатой жизни, а всё это благодаря Севе, который снимает неудобные для вас видео, который выставляет вас в самом худшем свете. Поэтому люди смотрят ролики, люди всегда такие. Интересны скандалы, интересен трэш, интересен негатив. Все так живут, подсматривают в замочную, в скважинку. Какой-то позитиве песенки никому не интересны, и смотреть это не будут, ну, за исключением какого-то маленького процента зрителей. Все остальные хотят трэша. Вот точно так же, как люди заходят в зоопарк, смотрят на животных, рассматривают всех. Но большее количество зрителей, я это заметила, всегда стоит у клетки с обезьянами, которые окривляются, которые показывают комбинации с двух рук, показывают свою пятую точку, издают какие-то звуки, взаимодействуют со своими, прошу прощения, посетителями, обезьяны. Точно так же и здесь на канале. Вы развлекаете зрителей, как обезьянка, а поэтому и получаете очень много денег, и поэтому заходит очень много зрителей и смотрят вас. Выбирайте, Татьяна Васильевна. Как мы знаем, денюжки не пахнут. Не забыл сам Вэл сообщить нам о своем расстройстве, как он утром сидит на унитазе, как у него болит животик. Нам это обязательно нужно знать. Мы без этого не проживем своего дня, без подробностей таких. Пришел курьер, принес огромный букет шикарных роз и мишку плюшевого игрушка мягкая оказался этот подарок для Севы на День влюбленных. Немножко с опозданием девочка с Киева выслала для Самвела. Подписала Евгения, да? Ну, он передарил мамке, потому что уже сообщил ей, что это же, конечно же, для нее. Ну, а для кого еще? Знаете, девчонки, мое мнение такое. Неправильно он делает. Почему? Вот я поставила себя на место этой девочки. Я высылаю подарок своему кумиру. Я трачу на это деньги. Покупаю, хожу в такую погоду, зимнюю, морозную, цветы. Или же, допустим, передаю курьером, неважно. Покупаю игрушку, которая не три копейки стоит. И хочу, конечно же, чтобы в видео все прозвучало открытым текстом, да? От меня, Самвелу, чтобы Самвел принял этот подарок. Ну, а как же? Это же кумиры наши. Ну, нет. Хайду, моя мамка, шутце для ней. Совестейство вообще, Сева, неправильно, неправильно. Не для мамки твоей эти подарочки были. Ну, не нужно было так делать. Девочки, это мое субъективное мнение. Котика сильно любит своего пусика, подчеркивает постоянно, что в ней самый красивый кот. И даже хейтеры говорят и признают, что кот красавец. Пусик действительно очень красивый, замечательный котик, спокойный, флегматичный. С ним нет никаких проблем в быту. У нас были коты и собаки, я держала в селе, я люблю животных. Не думайте, что я не люблю животных. Я его так люблю. Ну, вот несколько раз повторила о своей любви. Да знаем мы, баба Таня, как вы любите животных. И все очень хорошо. Помним историю, когда вы уезжали из Крыма и оставили пса, который жил с вами долгие годы, преданное существо, собака, который бежал за вами, прибежал на вокзал. И как плакали дети маленькие, и Эдик, и Самвел за этим собакой. И он бежал за этим поездом, несчастное животное. У вас не дрогнуло сердце. Вам было все равно. Вам было плевать, потому что у вас черствая душа. Вы железобетонная плита. Вам никого никогда не жаль. Вы ни о ком не печетесь и не заботитесь, кроме о себе любимой. Все мы смотрим вас и уже сделали свои выводы. Переубедить нас очень сложно. Тот факт, что она хотела и с Эдиком сделать искусственные роды, для меня сейчас в новинку слышать. Мы знали про Самвелла, да, что хотела она сделать аборт. Но Эдик, сейчас звучит, было 6 месяцев беременности, но произошел скандал. Понятно, если такое случилось, кидал он тебя там банками, это Тарша Луис, это из ряда вон выходящая ситуация. Ничего здесь нельзя сказать. Причем здесь ребенок. 6 месяцев беременности. Живой ребенок. И тебя останавливает мужик не сделать этот роковой шаг. Мужик. Он тебе объясняет, что это живой ребенок. Нельзя загубить живую душу. Это грех. Ты об этом не подумала сама? Тебе плевать? До тебя не доходило, что это твой ребенок кровный? Это твое дитё. Ты хотела его убить? 6 месяцев беременности. И ты так открыто нам рассказываешь. Мужик тебя останавливает. Родственник, Аршалуйся там какой-то. Неважно. Вот это ты настоящая баба Таня. Вот это твоя суть. Это все, из чего ты состоишь. И из чего ты слеплена. Напоследок, девочки, ну а как же без Ольги Леонтьевны? Ну, обязательно. Ну, как мы можем не обгадить и не обсудить эту Ольгу Леонтьевну, несчастную бабушку, да? Ольга Леонтьевна слухом, духом ничего не знает, что каждый день через день о ней ведутся в роликах разговоры в негативном ключе с таким презрением. Так надменно высказываемся в сторону этой бабушки. Она даже уже не называет ее по имени-отчеству. О-Эл. Гнилая душа, гнилое создание. Стараюсь, девочки, не опускаться ниже плинтуса, не оскорблять. Но, оказывается, есть такие люди среди нас. Не гнушаются ничем. Ничем. Получив этот огромный букет красивейших роз от девочки из Киева, она и здесь не может без негатива. Позакручивали цветы не так. Накрутили такие вот, присылали мне цветы, поки пороскручиваешь, чтоб вам руки покорчило, я б им головы поотрубала. Кстати, опять делаю ударение. Это не мои слова. Я цитирую слова бабы Тани. Она бы всем рубила головы. Всем без исключения. Севка говорит, тебе бы женой Сталина быть. Да, а шо? Сталин был жестокий. Но все он правильно рубил. Глупая ты женщина, баба Таня. Какая же ты глупая. Степень твоей глупости зашкаливает. Когда задумаешься, страшно немножко становится, что среди нас есть такие люди. И не дай Бог таким людям дорваться до власти, а их много таких у власти. Дать им денег. А мы наблюдаем деградацию личности и можем сравнить бабу Таню три года назад, когда она жила на свою пенсию. Как она себя вела. Какая она была простая, сельская женщина. Не без каких-то своих тараканов в голове, но земная. Понимала людей. Совершенно другие слова говорила и выражалась по-другому. И вот появились деньги. Как изменился человек не в лучшую сторону. Девчонки, заходите ко мне, мои хорошие, мои дорогие. Оставляйте свои отзывы и пишите свои комментарии. Будем с вами встречаться вновь и вновь на нашем канале Сплетников. Потратим эти несколько минут на нашу с вами встречу. Еще раз хочу сказать, я безмерно вам благодарна за то, что вы у меня есть. Правда. Ваше число растет и я радуюсь. У меня очень много единомышленников. Пообщаюсь так полчасика, почитаю ваши комментарии и понимаю, что я не одна такая. И что в моей жизни все правильно. Раз таких девочек, мальчиков много. Спасибо вам за хорошие слова, за хорошие отзывы. Правда, очень благодарна. Подписывайтесь на канал, не забывайте лайки ставить. Пока и хорошего дня!